Обсуждение более трёх с половиной часов. Главы МИД Азербайджана и Армении в Братиславе говорили о текущем состоянии переговорного процесса и пути мирного урегулирования Карабахского конфликта. Министры договорились провести очередную встречу по Карабахскому урегулированию в начале следующего года. Предметом обсуждения могут быть разные вопросы, но в отношении оккупированных территорий решение может быть только одно. Они должны быть возвращены Азербайджану без каких-либо условий, подчёркивает российский политолог Виталий Альков. Говоря о поэтапном урегулировании конфликта, МИД Азербайджана подразумевает возвращение под контроль Баку на первом этапе оккупированных Армении семи азербайджанских районов вокруг самопрозглашённой, но никем не признанной Нагорно-Карабахской республики. Сегодня именно поэтапное решение Карабахского конфликта представляется мне наиболее реалистичным, с учётом особого отношения к Нагорному Карабаху народов Азербайджана и Армении и атмосферы взаимного недоверия и напряжённости. Особенно это касается Армении, где нагнетание антиазербайджанской истерии и ненависти к соседу многие годы является частью государственной политики. И смотря на то, что именно Армения является государственным агрессором, факт чего признан международным сообществом. В вопросе урегулирования конфликта есть возможность найти компромисс. В этом уверен Баку, в этом убеждена Москва. Акцент на это был сделан и во время визита главы МИД России Сергея Лаврова в Азербайджан. Но официальный Ереван не желает идти на уступки и предпринимать конкретные шаги, поэтому встречи порой не дают результатов, уверен политолог Григорий Трофимчук. Таких встреч было уже много. Они носят технический характер, показывающий, что двухсторонний диалог идет, но не развивается. Ситуация вокруг Карабаха несколько зависла после того, как премьер Армении Пашинян озвучил практически очередью целый ряд тезисов, неприемлемых ни для Баку, ни для многолетнего процесса урегулирования как такового. Тот же Сергей Лавров недавно уже один раз дал сигнал в сторону Еревана по этому поводу. Находиться практически внутри всех карабахских дел и одновременно при этом заявлять, что данная территория является, так сказать, суверенной, ну это издевательство над здравым смыслом, и это всем ясно. Сближение сторон путем малых шагов в гуманитарной сфере. Данный пункт все больше фигурирует в итоговых заявлениях сопредедателей Минской группы ОБСЕ. Идеи посредников находят понимание в Азербайджане, отмечают эксперты, подчеркивая немаловажное значение любых контактов в дополнение к переговорам политиков в рамках Минской группы ОБСЕ между главами МИД и лидерами двух стран. Поэтому гуманитарные проекты, которые происходят сейчас и будут происходить, такие как обмен с журналистами, освещение ситуации в странах, общение между общинами, все это позитивно скажется на том моменте, когда Азербайджан вернется на свои территории и необходимо будет налаживать контакты с людьми, с армянами, с жителями Нагорного Карабаха. Необходимо будет вести хозяйственную деятельность, вести бизнес, избираться в депутаты, общаться. И чтобы не происходило недопонимания или каких-то ссор и недомолвок, необходимо уже сейчас вести такую работу, что в принципе Азербайджан и делает. Но инициатива таких гуманитарных проектов должна исходить не только с азербайджанской, но и с армянской стороны тоже. Только обеспечив вывод армянских вооруженных сил из Нагорно-Карабахского региона и других оккупированных территорий Азербайджана, за которым последует возвращение изгнанного азербайджанского населения в свои дома на этих территориях в условиях безопасности, можно будет говорить об открытии всех остальных коммуникаций. Мы сторонники восстановления совместного мирного проживания с армянской общиной в Нагорно-Карабахском регионе после вывода войск Армении с оккупированных территорий, возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев в свои родные земли и восстановления международно признанных границ нашей страны. Наша высшая цель – вернуться на свою родину, восстановить разрушенное историческое, культурное и религиозное наследие и обеспечить мирную и счастливую жизнь жителей в Нагорном Карабахе. Официально Баку уже многократно заявлял, должна наступить новая фаза предметных переговоров. Лаконичные заявления внешнеполитических ведомств о прошедшей встрече пока не позволяют называть переговоры таковыми. Однако, по мнению экспертов, стороны уже на пути к поэтапному подходу урегулирования конфликта. В Шамистан Мамедов, Рауф Гусейнов, CBC.